NASA впервые в истории запустит ракету с другой планеты. Японцы показали испытания телеуправляемого лунохода с руками. Virgin Galactic открыла продажу билетов космическим туристам. Представлен ультракомпактный электромобиль, который может менять длину. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, добро пожаловать на канал Instarting Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! По плану марсоход Perseverance будет собирать образцы грунта и оставлять запечатанные пробирки на поверхности планеты. Затем на Марс отправят новый марсоход, чтобы собирать эти трубки и доставить их на стартовую площадку, где они будут загружены в ракету. Речь идет о первой ракете, запущенной с другой планеты. После она пристыкуется к капитальному космическому кораблю, который доставит образцы на Землю. Недавно NASA объявила о заключении контракта с компанией Лукит Мартин на создание Марс Эстент Вейкл, который должен доставить образцы с марсианской поверхности на орбиту. NASA признает проблему при создании данной ракеты, заявляя, что она должна быть в состоянии противостоять суровым марсианским условиям, где может столкнуться с низкими температурами и пылью, а также с другой атмосферой. Ракета также должна быть совместима с марсоходом, который будет собирать образцы. Цель состоит в том, чтобы запустить посадочный модуль для извлечения образцов в 1926 году. До этого ракета должна быть спроектирована, разработана и испытана. Японская компания Jetai испытала телеуправляемого робота, предназначенного для работы на Луне. Во время работы на полигоне Джакса, имитирующем лунную поверхность, луноход с роборуками под управлением оператора сумел собрать макет солнечной батареи, взял пробы грунта и проехался по сложному рельефу. У лунохода есть четыре независимых колеса, которые могут поворачиваться на любой угол. Благодаря чему робот может ехать боком, разворачиваться на месте и выполнять другие маневры. В передней части расположен телеуправляемый робот, имитирующий верхнюю половину тела человека. У него есть туловище, две руки и голова. В голове есть фонарь и две камеры, с помощью которых оператор может видеть стереоскопическое видео, транслируемое ему на VR-шлем. Для управления роборуками и самим ровером используются VR-контроллеры. Разработчики проверяли прототип на трех задачах. Передвижение по грунту, в том числе наклонному и с камнями, сборка макета солнечной батареи на штанге и забор проб грунта в контейнер. Во время езды луноход справился с камнями высотой в несколько сантиметров и заехал на холм. Для сбора грунта робот достал из кейса набор из банки и лопатки. Раскрутил крышку и насыпал туда грунт, а затем закрыл ее и отвез обратно. Наконец, роберу удалось собрать солнечный генератор. Для этого он несколько раз перемещался между ящиком с компонентами и местом строительства, собирая макет батареи из нескольких компонентов. Компания отмечает, что испытания были признаны успешными, а в середине 20-х годов она планирует провести демонстрацию в реальных условиях на поверхности Луны. Компания Virgin Galactic с 16 февраля начала продажу билетов в космос для всех желающих. Стоимость 90-минутного полета составляет 450 тысяч вечно зеленых. Сначала выплачивается взнос в размере 150 тысяч, а окончательный плачеж делается уже перед вылетом, говорится в сообщении компании. Также в компании подчеркивают, что бронирование мест на космоплане обеспечивает доступ к членскому сообществу, который называется Future Astronaut. Virgin Galactic обещает членам сообщества доступ к событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям по подготовке к космосу. Все полеты будут осуществляться с космодрома Америка в Нью-Мексико. На протяжении нескольких дней астронавты будут жить в специальных помещениях и готовиться к полету в космос. Во время полета клиенты Virgin Galactic отправятся в 90-минутное путешествие с запуском космолета Unity и ускорением до трех махов. Астронавты испытают несколько минут невесомости и смогут любоваться захватывающими дух видами Земли из 17 иллюминаторов космического корабля. Китайская компания AutoX, которая работает над технологиями автономного вождения, объявила, что парк беспилотных автомобилей и ее сервиса роботакси достиг тысячи машин, став крупнейшим в Китае. Компания также сообщила, что она открывает новый операционный центр в Сан-Франциско, чтобы расширить географию испытаний беспилотных авто. Достижение AutoX является важным для всего рынка автономных транспортных средств. Компания опередила других лидеров отрасли в лице Ваймо и Байду, автопарки которых еще не достигли отметку в тысячу машин. Конечно, компания не планирует останавливаться на достигнутом и продолжит расширять свой парк автономных такси. Завод AutoX по сборке автономно-управляемых автомобилей начал производство машин, оснащенных автопилотом пятого поколения в июне 2021 года. Компания заявляет, что специализированная производственная линия для самоуправляемых машин имеет решающее значение для обеспечения качества, безопасности и стабильности каждого робота кси. Подразделение DS Automobiles, являющееся премиальным суббрендом Citroen, объявило о намерении с 2025 года перейти на выпуск только электромобилей. Судя по концепту электромобиля DS и Tense Performance, это будут не только комфортные, но и мощные машины. Ключевой особенностью концепт-кара DS и Tense Performance является его позиционирование. Это гиперкар, оборудованный силовым агрегатом гоночного болида Formula E. Первая версия данного концепта была представлена еще в 2016 году на Женевском автосалоне. За минувшие 6 лет машина была серьезно усовершенствована. Сейчас она получила передний электродвигатель на 250 кВт и задний на 350 кВт. Вместе они выдают 600 кВт или 815 л.с. При крутящем моменте до 8000 ньютон на метр. По сути, это гоночный электромобиль, предназначенный для движения по дорогам общего пользования. Не вдаваясь в подробности, компания отметила, что источником энергии стали аккумуляторы на основе инновационного химического состава, размещенные по центру ближе к задней части машины для оптимального распределения веса. Электромобиль разгоняется до сотни всего за 2 секунды. Датская компания iEV Motors представила очень компактный электромобиль iEVZ, габариты которого составляют 78 см в ширину, 145 см в высоту и 198 см в длину. Последний показатель в зависимости от потребностей владельца может меняться. Весит машина всего 220 кг. Если у владельца iEVZ возникает потребность посадить в салон пассажира, приводы электромобиля раскладывают второе сидение позади водительского и удлиняют кузов до 235 см. И это еще не все. Помимо пассажира в салон можно погрузить еще и багаж, увеличив машину до 275 см. Как сообщает производитель, все эти манипуляции занимают считанные секунды. Продвинутых характеристик у такого электромобиля ждать не стоит. Здесь есть только один мотор мощностью 1 кВт. Это около полутора лошадиных сил, который разгоняет машину до 45 км в час. А аккумулятор емкостью 3,3 кВт на час обеспечивает запас ходов 100 км и полностью заряжается за 3 часа. Дополнительным источником питания служат солнечные панели, размещенные на крыше. Если позволяют местные законы, говорит автопроизводитель, на этом электромобиле можно ездить даже по велосипедным дорожкам. Ультракомпактный iEVZ поступит в продажу уже в этом году. Первые 50 покупателей смогут приобрести его за 5850 евро. Некоторое время спустя появится продвинутая версия iEVZ+. Спасибо огромное, что посмотрели это видео до конца. Не жалейте своих мощных лайков ему, обязательно подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и не пропускайте следующие выпуски. Обязательно оставляйте комментарий внизу и подписывайтесь на все наши полезные проекты, ссылки вы найдете в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч!